В России сегодня отметили День славянской письменности и культуры. Праздник совпадает с православным, когда церковь чтит память святых Кирилла и Мефодия, проповедников, живших в IX веке в Греции, создавших первый славянский алфавит. Основу не только русской литературы. Александр Лякин продолжит. Ась, буки, ведик. Глаголь, добро, иже. По всей России, да и не только взрослые и дети, вспоминают сегодня кириллицу. Алфавит, который стал основой культуры множества народов. Имена братьев Кирилла и Мефодия сегодня у всех на устах. Они перевели тексты Евангелия именно на славянский язык и донесли слово Божие именно до нашего народа. Торжественные богослужения и концерты состоялись во многих городах страны. Ну а центром праздника славянской письменности и культуры стала Москва. На Красной площади прошел концерт, перед открытием которого россиян поздравил патриарх московский и всея Руси Кирилл. Становится традицией, что в этот день, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые, собственно, и создали нашу азбуку, положили основу нашему языку, литературному, а значит и письменности. Вот в день их памяти мы встречаемся на Красной площади. Для того, чтобы, конечно, вспомнить этот культурный подвиг удивительных людей, которые соединили культурное просвещение народа с их духовным просвещением. Большой сводный взрослый и детский хор выступил с репертуаром советских и российских композиторов. В эти же минуты на Дворцовой площади Санкт-Петербурга начал выступление Большой детский сводный хор, а это две тысячи исполнителей. У всех зрителей были брошюры со словами, они могли подпевать, хотя большую часть песен все знают наизусть. А это уже сцена на берегу Волги. На нижней террасе историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» впервые в Волгоградской области хор с более чем тысячей исполнителей. «Слава вам, братья славя, просветители!» Устное творчество, устное творчество. На письме это все-таки остается больше для детей, для истории, культура развивается. Праздник письменности один из самых понятных и, можно сказать, народных, хотя и учрежден еще постановлением Совета министров СССР в 91-м году. «Кириллицы» — это то, что объединяет всех. «Эти буквы, которые мы пишем, которые вкладываем в свою душу, в свои чувства, передаем людям, объясняемся в любви, пишем о том, что нас тревожит, говорим о том, восхищаемся нашей природой. Это же все именно нашими словами, нашей азбукой». «Великий Новгород» — памятник тысячелетия России. Сюда, из Софийского собора, движется крестный ход. И здесь же начинается праздничный концерт. Среди зрителей — иностранные туристы. «Я впечатлен. Этот день так широко празднуется. Русские люди вспоминают древнюю историю страны, которая вдруг становится такой актуальной. Я убежден, так любить и знать свою историю полезно как для настоящего, так и для будущего». Сегодня же День славянской письменности отмечают на Украине и в Белоруссии, в Македонии и в Приднестровье. На «Кириллице» пишут в Болгарии, Сербии, в Монголии и в Казахстане. После распада СССР некоторые бывшие союзные республики перешли с «Кириллицы» на латиницу. Но для многих граждан этих теперь независимых государств «Кириллицы» остается понятным и важным алфавитом.